Дыханье стоп! Японский хлопковый чизкейк я испеку. Это хоку 575. Что такое хоку? Это японская культура. И да, мы сегодня приготовим с вами японский хлопковый чизкейк. Мы потратили очень много времени, мы потратили очень много продуктов, но у нас все получилось. Если следовать рецепту, если следовать всем техническим тонкостям, всем деталям, у вас тоже все получится. Давайте сделаем японский хлопковый чизкейк. Описание рецепта вы найдете внизу под видео. Это водяная баня. Здесь мы будем, собственно, выпекать наш хлопковый чизкейк. Для этого я возьму нашу жаровню, возьму фольгу. Я трижды ее упакую, чтобы, не дай бог, ни одна капелька воды, ни жидкости не попала в наше изделие. Посмотрите, очень хорошо герметично упаковала. Внутрь вырезала из бумаги, вырезала кружочек, это для центра, и сделала боковиночки. И вот эти вот наши бумажечки приклеила маслом сливочным. То есть я сделала форму для нашего будущего японского чизкейка. Это есть. Отставляем. Крем-чиз. Масло и молоко мы растапливаем до однородной массы на водяной бане. На водяной бане мы растапливаем все наши ингредиенты, доводим до однородной смеси и, не дай бог, не свариваем их. Смесь однородная, глянцевая. Добавляю ванильный сахар. Отделяю желтки от белков. Традиционно желтки добавляют в кремово-сливочную смесь по одному, а я их немножечко взобью. Наши яйца взбитые мы потихонечку добавляем в кремово-сливочную смесь. А теперь я добавляю лимонный сок. Начинаем взбивать белки со щепоткой соли, постепенно добавляя сахар и в самом конце добавив уксус для стабилизации нашего белка. Опа, опа, опа. Я не боюсь. У меня все получилось. Отставляем. Соединяем нашу кремово-сливочную смесь с мукой и крампуалом. Мы будем просеивать наши сыпучие продукты. На этом этапе я включаю духовку на 170 градусов. Лопаткой в три этапа достаю наш белок. Постепенно, очень нежно вмешиваем в белок нашу вот такую красивую желтую нарядную смесь. Еще раз. Нам нужна однородная смесь. Поэтому очень нежно, очень тонко, но очень серьезно вмешиваем белок в кремово-сливочную массу. Оцените, какая пышная и воздушная получилась масса. Я включаю чайник. А в это время буду выкладывать массу в свою же ровню. Аккуратно помешивая палочкой, выпускаем воздух. Есть. Масса готова. Водяная баня готова. Вода закипела. Добавляю воды, ну, где-то сантиметр, не больше. Дальше отправляем в духовку. Разогретую до 170 градусов Цельсия. Второй этап. 35 минут прошло. Я переключаю на 150 градусов. Мой пирог уже поднялся на 1 сантиметр. Я с нетерпением жду еще и еще и развития. Давайте смотреть. Давайте дадим ему покой и будем ждать еще 60 минут. 50-60 минут. Тоже буду смотреть. Все зависит от духовки. Второй этап 50 минут закончился. Я выключаю духовку. Приоткрываю духовочку чуть-чуть и выпускаю пар. Даю 10 минут моему пирогу постоять, отдохнуть и немножко остыть. 10 минут прошло. Он немножечко остыл, он немножечко, он даже немножко присел, ничего страшного. Открываем и убираем водяную баню. Оставляем его отдыхать и остывать еще на 20 минут. Последний этап. Последний этап. Достаем пирог из духовки и даем ему отдыхнуть уже на кухне. Теперь мы его разберем и посмотрим, как он у нас получился. Оппа! Оппа! что же у нас внутри получилось или не получилось вау ну вы видите все получилось ну вот все получилось посмотрите он очень красивый вот ну ну шикарно что я могу сказать пахнет изумительно ставьте ваши пальчики вверх подписывайтесь на мой канал комментируйте и присылайте фото своих шедевров всем арикаду